С главным сюрпризом наступившего года лошади ивановцы столкнулись уже с 1 января. Проезд в маршрутном транспорте стоит теперь 15 рублей. В прошлый раз тарифы поднимались ровно год назад, но выборы помешали увеличить стоимость проезда сразу на 3 рубля, как хотели в РСТ. Чтобы не нервировать электорат, решено было растянуть этот процесс. В плане тарифа образования перевозчики заявляли рост, который, по их мнению, необходим в районе 53%. То есть тот рост, который мы дали в районе 10-15%, ну там тоже дифференцируется. И мы понимаем, что тариф у нас не только ограничен автобусами, там есть еще межмуниципальные перевозки. Конечно, мы считаем обоснованным. И с нами согласен и комитет по транспорту, и в общем мы согласовывали этот рост на уровне правительства Ивановской области. Подражание проезда не проблема, говорят в один голос чиновники, сравнивая наш регион с соседними. Но давайте пойдем в этом сравнении до конца. В Ярославле проезд стоит 20 рублей, во Владимире – 17. В Костроме – 15, как и у нас теперь, однако работает общественный транспорт в этих городах в среднем до 2 часов ночи. В нашем же случае редкую маршрутку встретишь после 10 вечера. Однако для пущей убедительности проведем эксперимент. Самый центр города – остановка площадь Дмитришкина. Время детства – 10 часов вечера. Какие же районы Ивановского, Газарского, часто общественным транспортом? Проверим. Маршрутки во Вдотино и Пустышбор ходят регулярно. А вот жители местечка Болино, ЖБК и ТЭЦ-3 рискуют после 10 не добраться домой. В 11 вечера картина уже вполне определенная. Только такси. Параллельно с ростом тарифов время работы маршрутного транспорта почему-то ежегодно не увеличивается. Как, собственно, и качество перевозок. Зато рост тарифов провоцирует появление так называемых нелегалов. Нелегалы – это слово, конечно, сленговое. Это те, кто работают без договоров с органами местного самоуправления. То есть на свой страх и риск. Как правило, ни путевого листа, ни медосмотра, ни техосмотра. Работают без графиков на свой страх и риск. Попадутся – заплатят штраф. Не попадутся – будут жить дальше. Им не важно, на какой машине они работают. Техническая неисправность «Газели» – не повод отлынивать от поездки. К тому же на ремонт еще нужно заработать. Хорошо, если у такого водителя есть права. Встал он утром после пьянки. Без медосмотра сел, решил себе что-нибудь заработать. Вот это вам как раз и водитель. Нелегал. Нравится – катайтесь таким. Пусть он дышит на вас перегаром винным. Комитет по транспорту в ходе каждого своего рейда выявляет двоих таких. А сколько еще катаются по улицам города? О безопасности таких перевозок говорить не приходится. За 11 месяцев этого года в городе Иваново произошло 77 ДТП с участием автобусов. В результате данных происшествий погибли 2 человека и 99 человек получили травмы тела. В сравнении с прошлым годом количество ДТП увеличилось. В том году было 70 ДТП, погибших не было. То есть тяжесть последствий растет, как и количество ДТП. Большинство водителей маршруток не применяют себя соблюдением правил дорожного движения. Да и скоростного режима тоже. Ведь время – деньги, особенно в их деле. Но опять же не будем голословными. Вместе с инспекторами ГИБДД проследуем за одной из желтых молний на неприметном учебном автомобиле. С первых минут наблюдения было не совсем понятно, работают ли вообще в транспортном средстве поворотники. По крайней мере, при перестроениях водитель ими не пользовался. Видимо, не считая нужным предупреждать о своих маневрах других участников движения. После пятого нарушения мы перестали считать. Зато насчитали два случая, когда водитель не пропустил пешеходов. И даже один проезд на красный. Что касается скоростного режима, перевозчик сумел оторваться даже от опытного инспектора, участвовавшего ни в одной погоне. В общем, этой поездке хватило бы, чтобы лихач полгода сам побыл на месте пассажира своей маршрутки. Второй маршрут является тем маршрутом, на который поступают жалобы от граждан. И сегодня мы его отрабатывали, смотрели, как водители ведут себя на дороге и выявили достаточно большое количество нарушений. На конечной остановке стало понятно, почему так торопился водитель. Малую нужду он решил справить прямо на борт своего транспортного средства. Такое вот профессиональное рвение. Как признаются сотрудники ГИБДД, это верхушка айсберга, выявляемых у перевозчиков нарушений. Нарушения, которые в основном допускают водители ГАЗИ или маршрутных транспортных средств малого класса, это превышение скоростного режима. Очень часто проезжают на запрещающий сигнал светофора красный. То есть очень редко при перестроении включают поворотники. Вот сегодня мы уже видели этот случай. То есть нарушения разнообразные и есть и грубые нарушения. Есть водители, которые управляют транспортным средством без водительского удостоверения. И есть такие, которые даже не зарегистрированы. И что касается безопасности. Если маршрутка попадет в ДТП, что с такой манерой езды неудивительно, выбраться из салона пассажирам будет проблематично. Зачастую запасный выход заблокирован снаружи. Как признаются водители, чтобы не дребезжало. Для полноты картины стоит также добавить, что в минувшем декабре прекратили свое существование четыре городских автобусных маршрута. Последние из муниципальных. Они были ликвидированы в связи с убыточностью. Так что альтернативы тесным небезопасным маршруткам становится все меньше. Наталья Романова, Андрей Семивуков, РТВ Иванова.